Друзья, всем привет! Начинается мой новый сезон путешествий, очень интересных, увлекательных. Мы сегодня приехали в город Туркестан, это в Казахстане. Мы приехали из Алматы на своей машине. И я сейчас вам расскажу, как это все было, и завтра мы поедем еще дальше. Время без 15.05. Мы начинаем выезжать из города Алматы потихонечку, пока без пробок. Вот здесь по Рыскулову мы сейчас едем, а здесь если ехать днем, либо вечером, здесь 100% будет пробка, начиная отсюда. Где-то через полчаса будет уже рассвет, можно даже еще раньше выехать, в 3, где-то в полчетвертого. Вот, наверное, за 15 минут мы доехали до Апорта, из центра города. И, конечно же, днем здесь бы однозначно была бы пробка. Поэтому утром самый оптимальный вариант выезжать из города, ну, по крайней мере, из Алматы. Вот, это Алтынарда, чтобы вы понимали, днем здесь все стоит. Вот эти две полосы стоят. Вот здесь справа тоже автобусная полоса, это все стоит. Это рынок, который находится возле города. И ехать ночью мы не стали ехать ночью, потому что ехать ночью очень тяжело. Слепят машины встречные и плохая видимость. Лучше всего, конечно же, по трассе ехать днем и интереснее гораздо. Вот, раньше здесь был светофор, этот светофор убрали, вот эту развязку наконец закончили, ее тоже долго не могли закончить. И вот мы сейчас уже выезжаем из города. Алтынарду вообще проехали вообще без препятствий. И дальше навстречу, вообще по идее, сейчас должны с Каскелена ехать, там Каскелен прямо, должны оттуда в город потихоньку ехать. Но, видимо, люди еще спят до сих пор, поэтому никто не едет и пробок нет, ни в ту, ни в эту сторону. Вот мы проезжаем вот эту вот часть Бакада, которая идет возле Каскелена, проходит. Если я не ошибаюсь, да, это Бакад. Я решил на трассу залить вот такую вот присадочку, она чистит форсунки, чистит клапана. Не знаю, раньше не пробовал. Я заправил полностью, сейчас полный бак, прям по самую горлышко. Как раз посмотрим, какой будет расход. И у меня было, наверное, четверть где-то не хватало, и я залил больше 20 литров. Мы едем в Тургистан, вот в это место, и показывает навигация ехать нам 8 часов 57 минут, 807 километров. Это из-за того, что мы быстро выехали из города. Сейчас посмотрим еще, сколько будет Тугис показывать. Мы будем проезжать рядом с границей с Кыргызстаном. Мы будем проезжать город Тарас по объездной дороге, город Чемкент. Будем проезжать... Я заправил по 224,95 бензин. Вот, вот эта старая развязка. Там у нас чуть дальше раньше был авторынок. Ну, он сейчас тоже действует, но там никто машины не покупает. Все покупают через интернет сейчас машины. И, в общем, это вот выезд из города. Даже здесь в нем могут быть пробки. Вот, значит, Google Maps нам показывает 8 часов 53 минуты, 803 километра. А Тугис показывает тоже 803 километра, но он показывает 10 часов 54 минуты. То есть разница существенная. Почти 2 часа разница. Сейчас будем разбираться, почему. Вот, что у нас здесь первая авария уже. На дорогах нужно быть очень аккуратным. Машина, чувствую... Я чувствую, что машина у нас так загружена неплохо. Но идет она все равно хорошо. Полный баг медина, полный холодильник продуктов, всяких разных банок, бутылок. Сейчас будем думать постепенно, от чего избавиться, что выбросить, что, может быть, почтой домой отправить назад. Потому что я когда ездил, когда машина была пустая, но она совсем по-другому ездила. Но все равно по трассе очень хорошо эта машина идет. Я вам буду про нее очень много рассказывать. Да, вот 230-220, примерно так 95 здесь стоит. Там уже, видите, люди поехали по встречам. Это такой менталитет здесь уже начинается потихонечку. Я сейчас скачиваю 2KIS, потому что 2KIS показывает... То есть по карте ограничения. Здесь бывают кусочки дороги, где ограничения по скорости 50-70. Несмотря на то, что это трасса, магистрали, мы сейчас еще выйдем даже на платную дорогу. И я думаю, по Казахстану, по России через 2KIS удобнее ездить. Он более осведомлен в этом плане. Дорога проходит на высоте примерно 700-800 метров над уровнем моря. Это такая же высота, как и в городе Алматье, в принципе. Ну, у нас, наверное, до 1000 доходит. От 600 примерно до 1000, если всего могу взять. Расход топлива почему-то показывает больше 7 литров. Не знаю, либо это из-за того, что машина очень сильно загружена. Либо из-за того, что нехорошее топливо попалось. Либо из-за того, что... В принципе, я еду не быстро, в районе 90 до 100 км в час я еду. Может быть, это из-за того, что там присадка сейчас чистит, это все моет. И из-за этого топливо немного неправильно сгорает. Ну, я, в общем, понаблюдаю по городу на пустой машине, не загруженная. У меня было в районе где-то 6,3. Вот так расход превышло солнышко. Дорога спокойная. Вот этих вот диких людей, которые любят гонять по трассе. Либо они еще не проснулись, либо их здесь нет просто. Так, здесь ограничение скорости и какие-то ремонтные работы. Похоже, ремонтируют мост. Улло. Они здесь прям сняли кусок такой большой асфальта. И если не сбросить скорость, то можно прям хорошо так залететь. Попадаются вот такие вот куски. И если ехать ночью уставшим, то даже, наверное, это можно не заметить. Не сбросить скорость. Короче говоря. Здесь еще ремонтируют, вернее, строят дорогу. И мы сейчас едем только по одной полосе. А вот она будет шире. Расширяют дорогу. В общем, друзья, вот эта вот дорога, по которой мы ехали, там около 80-70 километров, закончилась. И вот начались вот такие вот объезды, как у нас здесь в Казахстане любят делать. Они строят мост. И делают вот такие вот объезды. Здесь никакого покрытия нет. И, соответственно, мы здесь едем 20-30 километров в час максимум. Я помню, примерно лет 15 назад мы ездили по этой трассе в сторону Пешкека на мотоциклах. И здесь была настолько хорошая дорога, что мы разгоняли здесь до 300 километров в час. И сейчас, конечно же, она чуть подпортилась. Но они ее расширяют. И я думаю, они сделают только вопрос, когда. Периодически попадаются вот такие вот участки. И справа они там, значит, делают полностью дорогу. А здесь мы просто едем по полю. Ну, в поле насыпали грунт какой-то. И попадаются люди, которые очень быстро хотят здесь проехать. И потом вот так вот останавливаются, создают пробку еще дополнительную. Плюс ко всему у них из-под колес могут вылететь камни. И прилететь еще. в стекло. Поэтому старайтесь таких. Вот, 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 видите. Вот он несется. Вот он очень, очень торопится. Поэтому нужно таких людей стараться пропускать. И люди не понимают, что они могут, допустим, быстро поехать по этой дороге. Вон там еще один повстречный едет. Быстро поехать по этой дороге и что-то сломать у себя в машине или там еще что-то. Ну, вот это 100% аварийная ситуация. Он вообще без номеров едет. Но, к сожалению, у нас вот в Казахстане вот такие вот встречаются моменты. Здесь вот вообще очень сильно размыта дорога. Если будет дождь или еще что-то, возможно, даже здесь будет грязь. И даже проехать тяжело будет. Ну, видно, насыпали они что-то такое твердое. Типа ПГС. Или еще что-то. Но вообще здесь поле. Мы сейчас по полю едем. А там справа они дорогу делают. Это конец мая, дата 2023 год. Там пастух пасет баранов. Овец баранов. Вот здесь видно, как будет либо мост через речку, либо развязка будет что-то типа такого. Друзья, первая наша остановка. Технический осмотр. Вот здесь вот по трассе они будут часто встречаться. А, кстати, мы уже, по-моему, выехали на платную дорогу. Вот это вот бетонное полотно уже. Я вижу отсюда. И, видимо, поэтому здесь можно сделать осмотр. Конечно, здесь оставляют желать лучшего, потому что здесь вот они ремонтируют свои машины. и сливают масло прямо сюда. Они здесь никак, это не этот. Но мне самое главное, смотреть нужно мою переднюю часть. Я вот здесь поставил защиту вот такую вот железную. И мне нужно посмотреть. Я менял масло. Ну, здесь все сухо, в принципе. И больше мне смотреть нечего. В принципе, все в порядке. Но при желании у меня есть масло, есть все ключи. Я могу мелкий какой-то ремонт сам самостоятельно здесь сделать. Друзья, 120 километров от Алматы началась платная дорога. Дорога четырехполосная, бетонка с разделительной полосой. Раньше ее здесь не было. Ну, по крайней мере, когда мы здесь раньше ездили, катались. Это относительно новая дорога. 110 километров в час. Здесь ограничение по скорости для легковых автомобилей. В принципе, со всех сторон есть ограничительные такие отбойники. Ну, уже такая неплохая магистраль. Пейзажи у нас, как я и говорил, вот с левой стороны будут постоянно горы. Потом мы их переедем. Они будут с правой стороны. Вот это вот хавал, китайские машины везут из Китая на автовозах. Через Алмату проходит трасса. Западная Европа, Западная Китай ее хотят построить. И, видимо, это куда-то, может быть, даже, либо в другие регионы, может быть, даже в Россию везут параллельный импорт. Ну, а с правой стороны будет вот такая вот пустыня или степь. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, степь, наверное, потому что хоть что-то растет. А в некоторых местах будет прям пустыня. Пустыня, пустыня, потому что есть места, где в Казахстане вообще ничего не растет. Продолжаем движение на запад. Уже поднялись до тысячи метров над уровнем моря. И вот сейчас здесь можно заметить, что с левой стороны от нас примерно в 50-60 километрах находится город Бишкек. Ну, в радиусе вот 50-60 километров здесь вот такая вот степь. Вот эти штучки созданы специально здесь, чтобы не заметало дорогу зимой, снегом. И это такое здесь как плато, как вершина какая-то такая. И я думаю, это одна из самых высоких точек дороги здесь. Ну, дорога такая довольно скучная. Слева-справа степи. И особо как бы здесь красивого, наверное, ничего не увидеть. Километров через 30 мы заедем на платную дорогу. И я с удовольствием туда заеду. Заблочу там какие-то деньги, потому что у нас в Алма-Ате платные дороги стоят очень мало. И мы доедем за Чемкент. До Чемкента, наверное, где-то за 2 доллара. Для сравнения, если ехать где-то по Франции или по Греции, этот же промежуток дороги может 200-300 евро стоить. Только платная дорога. И вот меня так умиляют, когда некоторые наши люди, ну или вообще кто-то из путешественников там говорят, что типа вот мы там заплатили 400 или 700 деньги, а там где-то была хорошая дорога, где-то не была. Но я думаю, это в любом случае лучше, чем ехать по полю или по вот таким вот грунтовкам, или по вот таким вот выбоинам. Барашки пасутся справа. 700 деньги это вообще ни о чем. Сейчас вот остановился, я купил чай, я заплатил 500 деньги, поэтому... Чтобы сделать дорогу, на самом деле, нужно очень много денег, ее нужно обслуживать. И сама по себе дорога стоит очень много, поэтому то, что мы здесь в Казахстане платим, это просто какие-то копейки, наверное, судя по всему. Увеличился. Периодически попадаются уже здесь хорошие заправки, даже вот на этом расстоянии, 120-150 километров от Алматы, строят новые заправки. Потом есть вот такие вот места, где вы можете осмотреть машину свою, где вы можете сходить в уборную. Правда, там уборная, конечно, оставляет желать лучшего. Это вот с правой стороны, вот это белое здание, бетонное. Ну, в любом случае, это лучше, чем ничего. И пока дорога мне нравится, потому что мы будем проезжать, и участки похуже. И гораздо похуже. А есть дороги вот тоже в Казахстане, которые проходят тоже вот так от большого города до большого города, и там просто, вот как мы с вами ехали сейчас, просто как грунт какой-то, и все. И некоторые говорят, что даже по полю, если ехать вот так вот постепить, то там типа лучше будет дорога, чем эта дорога. Мы поднялись почти на 1300 метров, и вот сейчас начинаем спускаться. Меня это, конечно же, не может не радовать, потому что я сейчас буду заряжать батарейку во время всего спуска. Это во-первых. Во-вторых, здесь очень хорошо видно, как, ну, какой здесь ландшафт. Я вот помню в Турции, я ездил, и, наверное, только где-то возле границы Сирии, там вот мне попадались только такие дороги. А вообще, в общей сложности в Турции дороги, конечно, очень красивые, там много селени, и серпантинные дороги очень красивые, рядом с морем, и где-то в горах тоже очень красиво. Вот, а здесь такая вот пустота. На самом деле, Казахстан очень большая страна, и очень большие территории, и эти территории, конечно же, очень тяжело объять. Вот. Во-первых, у меня сейчас идет экономия колодок, то есть у меня колодки не стираются, потому что я за счет электродвигателя замедляюсь. во-вторых, у меня пополняются запасы электроэнергии, и я ее сейчас там дальше, в дальнейшем использую. то есть, по сути, у меня сейчас машина, грубо говоря, двигатель заглушен, но в то же самое время у меня работают все системы торможения, кондиционирования, отопления, зарядка идет, холодильник, зарядная станция питается, то есть у меня электричество вырабатывается полностью в системе, но двигатель заглушен. Даже вот я сейчас как бы еду по прямой, он у меня периодически либо отдает в батарею, либо периодически чуть-чуть берет, но двигатель все время заглушен. температура 62 градуса по Фаренгейту это в районе 20 градусов, около 20 градусов по Цельсию. Сегодня утром было достаточно прохладно, мы даже останавливались, когда чай купить в 6 утра, даже не захотели покушать, постоять, потому что было прохладно. Плюс ко всему еще ветрено здесь в этой части, а здесь вот дорога такая, участок на спуске латками, за латом. Мы еще не доехали до платной дороги, до платного участка, ну хотя бы так, в принципе меня эта дорога устраивает. Друзья, еще должен вам отметить, что вот мы едем сейчас 110, 120 и резина вообще не шумит нисколько, наверное, на это связано с тем, что наверное ветер начинает дуть и эти все звуки, они под это уходят и плюс ко всему еще ее не качает, не раскачивает эту машину Хайландер. Она не такая валкая, как, допустим, там 200-ка, 300-ка или Брада и по трассе ехать намного приятнее на этой машине, чем, допустим, это был бы какой-то джип или тем более гелен со своими неудобными сидениями. То есть эта машина, она в себе сохраняет вот эти внедорожные качества с учет того, что она высокая полноприводная и плюс ко всему по трассе она очень хорошо едет. Я прямо сейчас еду и заметил это, что в какой-то момент, что во-первых, шума никакого нет, во-вторых, ее не качает, не раскачивает, не валкая она. То есть на этой машине подвеска настроена именно вот по трассу, под дальние такие переезды, ну и плюс ко всему я всегда могу съехать с дороги, потому что у меня колеса позволяют это сделать и дорожный просвет. Уже 200 километров от Алматы отъехали, и я вот первый раз заметил, что вот здесь вот кусочек такой поля, там трактор был и были крестьяне, которые это поле возделывают. Ну и здесь тоже вот есть. Мы спустились на 600 метров с 1300. И вот сейчас я вот на это всегда обращаю внимание. Сейчас мы будем ехать с вами по другим странам, и вы там увидите, как там много всяких вот таких вот угодий именно, ну не пустые, не степени простые. здесь земля, я не могу сказать, что прям такая супер плодородная, она такая глинистая, но все равно они здесь что-то стараются выращивать, только вопрос, где они берут воду. Хотя в этом году в Казахстане много было дождей, до сих пор идут дожди, и в Алма-Ате прям очень много дождей, все селена, этот год он такой богатый на осадки. Ну и вот в принципе все поля закончились, опять идут такие вот степи, здесь просто скот пасут. Я помню, я ездил по Франции, и там вот я еду, растет пшеница, потом допустим растет кукуруза, потом еще они что-то, винограды, и вот нету ни одного кусочка такого, чтобы вот как здесь мы сейчас едем, чтобы ничего просто не росло. Мы тем временем подъезжаем к платной дороге, но это уже то есть такая бетонная дорога, она уже как бы есть по сути платная, то есть видимо там просто КПП, они видимо спишут деньги за этот участок дороги. Ну вот периодически попадаются вот такие вот моменты, где до 50 приходится сбрасывать скорость потому что там видимо вот здесь вот свежий асфальт уже есть, видимо здесь были ямы, потому что я вижу следы, как тормозили фуры резко. В общем смотрите друзья, вот это вот цены на проезд здесь 21 километр 20 тенге стоит, то есть ну грубо говоря один километр одна тенге стоит для легковой машины и вот все что больше двух с половиной тонн там в пять раз больше и все что там допустим больше десяти тонн там 300 даже если брать вот фуру вот это которая больше 15 тонн 550 тенге но это просто ни о чем это просто какие-то смешные деньги но это намного меньше чем в Европе я не знаю даже во сколько я думаю вот вот это вот цены были бы в Европе бы в Евро вот эти вот все цены были бы в Евро не в деньги а в Евро здесь еще есть вот такие вот места где можно остановиться покушать шашлык покушать ну любую еду которую здесь готовят и у нас еще в Казахстане есть такое приложение Каспий то есть можно по номеру вашей машины пополнить баланс там и у вас будут автоматически по номеру списывать это очень удобно не нужны никакие венетки не нужны никакие наклейки на лобовое стекло просто по номеру система считывает и списывает с вашего баланса где у вас там деньги и я закинул 1000 тенге туда на баланс у меня там было 0 ну я думаю мы весь Казахстан проедем на эту 1000 тенге это грубо говоря 2 евро а вот здесь вот есть участок и сторожевая вот такая вот башня и прям видно вот граница как проходит наверное в 50 метров от трассы очень очень близко и нам даже сейчас смс пришло что подключился киргизстанский роуминг друзья здесь у нас даже какой-то античный есть 15 километров памятник и вот значит вот так вот выглядит туалет придорожный здесь вот мусорка есть ну вот водители здесь могут остановиться отдохнуть кто устал ну говорят что там очень неприятно пахнет и вообще не очень хорошо там короче говоря в этом туалете друзья мы с вами сейчас только что проехали город Актогай 320 километров назад в Алмату и 320 километров вперед в сторону Чемкента 140 до Тараза и здесь вот как раз посреди пути есть ну было у меня позади много современных заправок Келиус и ну все вот эти современные заправки которые с хорошим топливом посреди пути можно заправиться то есть раньше если я не ошибаюсь этого не было и вот этот вот такой перевалочный пункт там хороший туалет и хорошее кафе можно отдохнуть то есть посреди пути остановку сделать и остановиться отдохнуть это вот только что мы проехали не стали останавливаться нам осталось ехать 6 часов дорога достаточно быстро идет у меня машина очень сильно мне помогает вот сейчас она пристроилась она сейчас едет за вот этим ландкрузером ландкрузер едет впереди и я просто придерживаю руль она сама рулит эта машина у меня сама разгоняется сама тормозит я вообще не давлю на педали ни на тормоз ни на газ не давлю на поворотах она то есть машина вот эти вот системы новые гестроники камеры считывают полоски которые дорожную разметку считывают поэтому в принципе я могу ехать отдыхать просто контролировать что машина все делает правильно и если даже в какой-то момент она теряет полоску если плохая разметка она мне об этом сообщает или если мы съезжаем с полоски вот допустим я могу сейчас принудительно видите вот принудительно мы съехали у нее паника но она все равно сейчас вернется и мы будем ехать а вот сейчас тоже такое любопытное вот грузор туда вперед уехал и теперь ауди вот это медленно едет и она тоже видите сбрасывает скорость сама то есть я на тормоз не давлю и вот мы сейчас будем ехать так как эта машина едет а если я поворотник допустим включу мы можем опередить сразу автоматически она нажимает на газ и поехала поэтому вот эти вот современные машины в них конечно же очень легко ездить на далекие расстояния и управлять очень легко и вот грубо говоря мы проехали сколько половину по-моему мы проехали в 5 утра мы выехали там по-моему было 800 километров а ну 320 километров мы проехали и достаточно легко далась эта дорога да вот населенный пункт и сразу полицейская машина стоит нам впереди возможно они это все мониторят дело друзья я не знаю насколько он качественный но здесь очень много вот таких вот ларечков и людей которые продают здесь мед вообще вот эти места здесь конечно же славятся потому что здесь есть всякие разные гречаишные поля и вообще всякие разные растения и конечно же здесь много всяких насекомых и всего такого ну и соответственно здесь делают мед только единственное я не знаю насколько он качественный и ну наверное как и везде по трассе можно найти всякий разный мед там сейчас будем поближе к лесам подъезжать там будут грибы продавать поближе к россии там всякие колбаски сало все такое горы конечно же здесь очень красивые такие высокие есть пики заснеженные я думаю некоторые даже 4 наверное до 5000 может быть даже некоторые доходят и вот они постоянно на нашем пути вот с левой стороны если мы с Алматы едем они будут с левой стороны и потом с правой по вот стороны по-моему после Таразо мы сейчас уже тем временем подъезжаем к Таразо там наверное километров где-то 100 осталось может чуть меньше и ехать нам осталось 6 часов до до нашего отеля мы уже забронировали отель в Туркестане там нас уже кроватку постелили нам здесь тоже много селени высота над уровнем моря 700 метров если убрать с Алматы все здания то я думаю она примерно будет выглядеть так же как вот эти ландшафты примерно будет такая же территория потому что Алматы тоже находится у подножия гор и примерно вот в таком месте она находится просто у нас там речек больше езжаем город Тараз сейчас читали про него оказывается это самый один из самых древних городов или даже самый древний город Казахстана он был основан больше 2000 лет назад и здесь очень много разных всяких античных деревенек вот даже мы проезжаем здесь можно заметить и в общем мы уже проехали почти 450 километров сейчас 11 часов дня несколько остановок мы делаем скорость не превышаем постоянно я еду максимум 110 расход топлива 7 литров на 100 километров с учетом того что машина полноприводная тяжелая сама по себе тяжелая и еще мы загрузили колеса тяжелые вот здесь вот уже видно всякие разные теплицы у них и что-то они здесь начинают выращивать мы объедем этот город по объездной дороге вот такой вот с краешку не будем вовнутрь заезжать я думаю это все произойдет без светофоров без пробок и соответственно Чемкент тоже я сначала думал остановиться в Чемкенте но потом принял решение поехать в Туркестан чуть поменьше потому что я не люблю большие города и вот эти вот пробки все что с этим связано поэтому пока едем прямо но надеюсь 4-5 уже будем в отеле да здесь вот уже трактора вот эти вот ребята которые все выращивают в Таразе вы тоже можете найти такие приличные вот придорожные всякие разные ресторанчики кафешечки заправки неплохие вот сюда мне написано транзит направо я сворачиваю и ну Тараз он достаточно такой немаленький город там около полмиллиона живет ну там есть между ну там есть международный аэропорт есть станция вокзальная станция есть и вокзал есть и автобусная станция есть вот 14 километров это прямо если поехать в Тараз можно попасть а мы вот по объездной едем сейчас с краюшку без пробок здесь у них уже пожары были ну видим видно сразу что здесь меньше было осадков чем допустим в Алма-Ате и уже трава сухая у нас вот трава только зеленее сейчас мы подъезжаем к Чимкенту уже 90 километров осталось и вот здесь вот они новая дорога уходит туда через вот эти холмы через туннели они еще сделают вот здесь дорога вот так вот раздваивается и мы поехали по старой дороге я помню мы сюда приезжали дорога сколько лет 12 назад тоже на машине и вот мы ехали по этой дороге здесь уже такое место много зелени и вот вот эти всякие деревеньки я это все помню как мы здесь проезжали дорога в принципе нормальная просто единственное что здесь не разогнаться а так ехать можно асфальт есть ну и более-менее она живописная стала потому что до этого мы вообще ехали степи и степи кругом вот здесь вот уже поспела черешня в конце мая вот эти все яблоки а не яблоки наверное еще не поспели хотя не знаю вот эти персики это либо с Узбекистана с Ташкента все привезли либо у них это уже все поспело и вот они здесь это все продают я конечно не рекомендую никому покупать вот такие вещи возле дороги потому что когда машины проезжают у них очень много выхлопов всяких разных и это все сразу оседает вот на этих продуктах и неизвестно сколько это здесь лежало поэтому лучше наверное пойти на рынок или в супермаркет и там это все купить мы его объехали вот этот вот туннель через деревеньку и опять выехали на трассу на широкую это уже новая дорога я так понимаю что вот до Чимкента дорога уже хорошая вот единственное что там возле Алматы там есть парочку объездов и ну там они буквально совсем вообще незаметны можно сказать что дорога вообще отличная Алмата Чимкент ну и соответственно наверное до Туркестана ее сделали очень хорошая дорога поэтому можно смело ехать но желательно конечно ехать днем вот там я вижу у них прям сады сады густые они все здесь это выращивают здесь житые все сами продают поэтому здесь можно ягоды фрукты покупать вот целые поля да Чимкент тоже он в принципе расположен рядом с горами ну по крайней мере его область как Алмата тоже у подножья также вот здесь указатели показывают что осталось 27 километров и до города Ташкент 157 километров что проверили 15 километров еще надо вот что еще хотел сказать должен вам отметить что в Чимкенте очень вкусная кухня и очень вкусно во-первых во-вторых цены очень низкие это связано с тем что вот рядом находится Узбекистан буквально около 100 километров по прямой и вот на Манганская долина Ферганская долина они именно ценятся повара оттуда там даже если приезжают рабочие работать строить дом им буквально там достаточно привезти там риса чуть-чуть там чуть-чуть мяса еще чуть-чуть каких-то продуктов и они могут из этого приготовить очень вкусный либо плов либо еще какое-то блюдо вот поэтому в Чимкенте очень много людей именно с Узбекистана и они действительно вкусно готовят вот поэтому если вы любите гастротуры какие-то новые вкусы еще что-то обязательно заедьте даже в Алма-Ате не везде можно найти такие вкусные блюда и ну соответственно по таким ценам шашлыки очень вкусные готовят всякие разные восточные блюда всякие разные пловы вот все такое салат это очень вкусно все здесь в Чимкенте мы не будем заезжать мы проедем опять же будем объезжать его потому что город очень большой и я просто даже элементарно не знаю куда там поехать можно где-то можно остановиться спокойно переночевать вот он уже вот здесь вот он уже начинается и я так понимаю это же уже его область и он тоже находится так в долине немного рядом с горами но мы его объедем вот по новой этой дороге и идем вот направо в сторону Туркестана мы проехали значит около 650 километров чуть больше чем полбака я потратил топливо и средний расход вот у меня был 6,9 литров именно гибрид любит когда вот такие вот спуски подъемы потому что сейчас мы регенерируем энергию забираем ее в батарейку и когда будет прямая или когда будет подъем мы эту энергию заберем в батарейки и отправим на колеса температура здесь поднялась уже 82 градуса это уже больше 25 градусов по Цельсию примерно где-то 28 около даже 30 наверное и здесь бывает до 50 градусов жара поднимается в этом регионе рекорд был сколько 48 49 градусов был рекорд поэтому здесь очень жарко и вот здесь все вот эти вот персики абрикосы все что вот это любит жару ягодки всякие разные это вот здесь вот хорошо готовят ну и Узбекистан рядом Ташкент поэтому здесь и менталитет схожий и в принципе кухни схожие все все здесь рядом друзья еще у этой машины есть специальная такая функция она отслеживает насколько я внимателен вообще за дорогой и насколько я на руль реагирую насколько на полоски реагирую на дорожные и вот она мне сигнализирует о том что ну сейчас пока вопрос задает типа нужно остановиться кофе попить would you like to take a break это типа вы желаете остановиться и сделать перерыв в какой-то момент она будет уже требовать ну не требовать а будет прям настаивать чтобы я остановился сейчас она просто мне интересуется вежливо потому что мы 650 километров проехали но мы делали остановки просто в эти моменты наверное из-за того что я там не всегда ее глушил либо она чувствует то есть что я периодически там не реагирую как положено и она она уже мне сама говорит давай котружок тормози ну сейчас найдем место ремонт они делают любят у нас это дело в Казахстане ямочный ремонт потом он еще сильнее раздалбливается и все похоже на то что вот это более-менее такая новая дорога но из-за того что здесь такая сильная жара и ездят фуры конечно это все повыдавливало друзья посмотрите что творится здесь на решетке радиатора это вот хорошо что я поставил две сетки если бы не эти сетки вот эти бы все насекомые они бы сейчас в радиаторе у меня были а так хотя бы как-то их остановили многие из них живые как их спасти я не знаю ну короче говоря они вот все сюда налипли поэтому когда едете по трассе защищайте чем-то свои радиаторы обязательно ну и старайтесь лобовое стекло тоже мыть на каждой заправке есть вот такая вот штучка ей можно помыть абсолютно бесплатно здесь поднялась температура до 90 градусов по фаренгейту это около 30 градусов по цельсию в общем дорога заняла у нас около 12 часов это с 5 утра до 5 вечера 800 километров в принципе я дорогой удовлетворен я дорогой доволен я ожидал что дорога будет хуже гораздо и готовил себя вообще к худшему гораздо но проехали мы в принципе хорошо много остановок делали и не такая уж она тяжелая показалась единственное что я могу сказать что у них вот бывает по вот этой дороге по этой магистрали бывают населенные пункты и они не готовят никак заранее то есть они вот где-то там выставляют знак 60 и все то есть надо немедленно прям быстро скидывать скорость и как правило патрульные машины с камерами стоят сфотографируют поэтому в этом плане нужно быть осторожными я уже вижу отсюда высокие здания этого города Туркестан ну тут осталось буквально 13 километров и мы сейчас будем мыть машину от этих мошек я буду мыть решетку радиатора обязательно окна стекла и готовиться к завтрашней поездке потому что нам надо будет завтра еще ехать тоже немало и в общем будем отдыхать короче говоря вот видите 90 и сразу тут же 60 еще и 40 и ну здесь просто вот так как бы нереально сбросить скорость поэтому вот в этом плане они конечно здесь как-то то ли просчитались то ли еще что-то нужно было эти знаки на расстоянии друг от друга подальше конечно же ставить и вообще непонятно зачем он здесь ну как бы ладно хорошо окей разворот там 40 еще что-то но это нужно же как-то заранее чтобы экстренные водители не тормозили потому что мне кажется из-за этого еще может сильнее создаться аварийная ситуация здесь уже продают арбузы потому что реально жара ну я думаю это арбузы конечно которые искусственным путем с помощью каких-то допингов выращены но все равно вот поля с левой стороны там их поливают и вот прямо город Туркестан он славится всякими разными достопримечательностями античными в том числе там есть подземная мечеть там есть гробница Исуи ну в общем там много турецких отелей Риксос Рамада есть отели хорошие и в общем многие люди даже школьные экскурсии детей сюда привозят многие люди прям специально сюда едут посмотреть этот город я не знаю завтра мы будем здесь проводить какое-то время или сразу выйдем город чем-то напоминает город Астану нашу столицу я когда в Астану приехал я тоже самую видел вот эти вот новые здания какие-то новые парки всякие разные резиденции но нет людей и по сути здесь нет никаких движений и в Астане даже первое время ходить некуда было одна большая стройка да классно круто они поднимают город пробок нет но они обязательно здесь будут потому что я не знаю вот они строят перекрестки нужно же сразу как-то здесь развязки делать потому что вот эти вот люди куда-то потом поедут на машинах на своих а хотя нет вот здесь развязку построили мечеть такая красивая большая ну не знаю я не хочу судить о книге по ее обложке в общем мы здесь проведем какое-то время я вам потом скажу поделюсь так я вам